Ольга Громова писателем себя не считает, но превратить трагическую и жестокую реальную историю взросления маленькой девочки в добрую и наивную детскую повесть – гениальное писательское изобретение. Роман «Сахарный ребенок» попал в мировые литературные шорт-листы, удостоился престижных премий. Книга о девочке с судьбой далеко не сладкой. Ольга Громова записала историю со слов главной героини повести Стеллы Нудольской. Это очень личный, берущий за душу рассказ о том, как пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей семье, вдруг оказывается дочерью врага народа и попадает в страшный, непонятный ей мир. Сегодня в библиотеке коммунарки Ольга Громова поделилась историей создания книги со школьниками и учителями поселения Сосинская, Новой Москвы. Некоторые отрывки Ольга Константиновна сама зачитала детям. «Давным-давно жила-была в Москве семья. Папа, мама, няня и совсем маленькая девочка. Папу звали папу. Маму. Папа называл ее Юленька, мамины старшие сестры Люськой, а брат и вовсе Пуличка. А брат – это дядя Лапа. Ну, например, он, хотя в жизни-то его никто так назовет, только одна маленькая девочка. А вот девочку очень долго называли всякими разными именами, всякими разными словами, но никак не по имени, потому что имени его нет». Конечно, любопытные подростки задали вопрос о названии книги. Почему «Сахарный ребенок»? Оказалось, что своя история есть и у названия романа. «Девочка была белокожая, со светлыми глазами, и ее пепельные волосы, такие пепельно-русые, на солнце выгорали почти до бела. Была такая очень светленькая девочка. А для них светленький ребенок был такой же редкостью, как тот белый сахар, который они видели только в новогодних подарках. И это тоже еще один штрих их жизни. Для них белый сахар, белый сахар клали в новогодние подарки детям в качестве лакомства. А так, в выходе, у них сахара не было, не пользовались. Вот хуже сахарного производства, патока называется. Вот, поэтому ее прозвали «Кантбала», а сахарный ребенок». Стелла Нудольская ушла из жизни задолго до издания романа, но история ее судьбы продолжает жить. Такие истории не умирают, они учат ничего не бояться. Дана Ценойева специально для портала «Новая Москва». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова